Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, архипасторем, пасторем, диаконом, монашествующим и всем верным чадом Русской Православной Церкви. Преосвященные архипастори, досточтимые пресвитеры и диаконы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, всю святую ночь сердечно приветствую всех вас и от души поздравляю с великим праздником Рождества Христова, праздником исполнения древних обетований о спасении человеческого рода, праздником неизреченной любви Творца к своему творению, праздником пришествия в мир Сына Божия и Си. За минувшее столетие многое было сказано святыми отцами о тайне Бога воплощения. И ныне мы, как и они прежде, вслушиваемся в слова церковных молитв и песнопений, с благоговением внимания в Священному Писанию, повествующему об этом славном событии, и не перестаем изумляться всему дивному чуду. Размышляя о Рождестве Христовом, преподобный Симеон Новый Богослов пишет следующее. Бог, придя в мир, соединил естество божеское с естеством человеческим, чтобы человек сделался Богом, и в этого человека, сделавшегося Богом по благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица. А преподобный Ефрем Сирин говорит о Боговоплощении так. «Ныне Божество положило на себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества». Внимая этим мудрым словам, спросим сами себя, каким образом можем украситься этой божественной печатью. Как нам достичь богоподобия, которому призваны люди от создания мира? Как нам жить для того, чтобы изобразился в нас Христос? Ответ прост. Последуем заповедям Спасителя. Вместе с апостолом Павлом, обращаясь ко всем вам, дорогие мои, друг друга теркоты носите, и так вы исполните Закон Христов. Любовью все покрывайте, и обретете душевный мир и покой. Великодушием ко всем снисходите, и в сердцах ваших воцарится радость, которую никто не отнимет у вас. Терпением вашим спасайте души ваши, и наследуйте жизнь вечную. Как важно, чтобы мы, христиане, не только призывали других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами эти идеалы старались воплощать в своей повседневной жизни, и в первую очередь через служение ближним. И тогда, милостью Божией, будем иметь в себе истинные плоды Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, родность, воздержание. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Преодолевая конфликты и разделения, мы несем миру самую убедительную проповедь о родившихся Спасителе, и делами свидетельствуем о необычайной красоте и духовной силе православной веры. Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь России в великой многонациональной стране и ввершись в ее безумство гражданской войны, когда дети восстали против родителей и брат пошел против брата. Те последующие потери и скорби, через которые прошел наш народ, были во многом предопределены разрушением тысячелетней государственности и борьбой с религиозной верой людей, породившими глубокий раскол общества. Мы с трепетом и благоговением воспоминаем подвиг новомучеников и исповедникам Церкви Русской, молитвами которым, верим, не оставил Господь народ наш и даровал ему силы на свершение великих трудовых и радных подвигов, приведших к победе в самой страшной войне из всех боев, восстановлению страны, достижениям, вызывающим восхищение. Мы благодарим Господа за явленное всему миру чудо, воскрешение веры и благочестия в народе нашем, за восстановление порушенных святых, за новые храмы и монастыри, само строительство которых – видимый знак глубоких перемен, произошедших в сердцах людей. В последние десятилетия в нашей жизни было и остается ныне немало трудностей и испытаний, но все они временны, а потому и не страшны. Опыт минувшего столетия многому нас научил и от многого должен предостеречь. Будем без боязни найти стезей спасения, ибо с нами Бог. Будем укрепляться вере, ибо с нами Бог. Будем утверждаться надеждой, ибо с нами Бог. Будем возрастать в любви и творить добро, ибо с нами Бог. Все свое упование возложим на Господа, потому что Он есть предыня вечная. И по свидетельству апостола Петра, нет ни в ком ином спасения. Свет Христов назаряет всегда наш земной путь, и этот путь да приведет нас в Царство Небесное, уготованное Господом, любящий в Него. Духовно радуясь сегодня вместе с вами, проживающими в разных странах, городах и вселениях, но составляющими единую Церковь Христову, хотел бы молитвенно пожелать каждому из вас здравия душевного и телесного, мира в ваших семьях, успехов в трудах. И на дарует родившийся в Ифриеме Господь и Спаситель каждому из нас возможность с новой силой и всем сердцем ощутить Его присутствие в нашей жизни. Аминь. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Исполайте, Деспота, Владыка.